всем привет давайте сделаем такую штуку как выбор уровня также мы сможем там сделать заблокированные уровни но которые мы сможем открыть после того как пройдем предыдущий да во первых давайте создадим level да вот я создал в меню он здесь пустой ничего нету на нем по сути единственное что мы можем открыть open level нашего меню создать в нем виджет добавить его на экран ну и включить показ мышки а также переключить input на наш виджет то есть в меню нам больше ничего не надо единственное что еще остается нам создать сам виджет пусть это у нас будет виджет в котором мы можем выбирать наш уровень и здесь такое расположение как scroll box то есть мы которым можем прокручивать до выставим там несколько штук vertical box в котором мы помещаем наши кнопки данном случае это кнопочка 123 да вот допустим у нас три уровня у них просто текстовые надписи позиции давайте нажмем на кнопку и добавим event on click it сразу его ниже опустим и также добавим для кнопочки 2 и кнопочки 3 все отлично при нажатии кнопочка на открыть уровень level 1 мы будем открывать открывать open level откроем level 1 здесь у нас стоит вот такой вот blueprint в котором мы прописали на begin play подать строке текст вот который находится над ним до какое-то значение данном случае это я прописывал уровень в игре level да то есть индекс level у нас данном своей 0 но мы нажимаем галочку instance editable который мы сможем снаружи редактировать ну и внутри мы ставим здесь получается бокс коллижен при вхождении которого персонажа у нас открывается меню так если мы зайдем на уровень до выделим наш получается блогпринт и здесь у нас дефаут есть индекс level в данном случае я прописываю единицу то есть для чего чуть позже в принципе ну в принципе давайте сейчас сразу и определимся во первых чтобы вот это все работало да то есть мы могли сохранять пройденные уровни нам нужно делать сохранение здесь у нас открытые уровни будет выделяться зеленым цветом закрытые красным в данном случае у нас первый всегда будет открытый а вот допустим все остальные уже будут открываться по истечению определенных действий да вот прихождение первого уровня второго третьего и так далее давайте создадим здесь blueprint класс которым мы создадим сэйф гейм так его и назовем сэйф гейм ну бипи сэйф гейм пусть будет также здесь мы давайте создадим переменную это у нас будет уровни так и назовем level булиновая переменная она нам как раз таки подойдет ну мы можем кстати выбрать не сингл да а рэй которым мы все пропишем все наши уровни то есть если мы сделаем компаю далее мы будем нажимать плюсик на нашем на нашей переменной мы откроем здесь индекс 0 1 2 3 да то есть это первый уровень второй будет и третий уровень ну будет с нуля начинаться в данном случае но нам достаточно и таких действий то есть мы создаем данную переменную с тремя позициями так как у нас три уровня если вам необходимо будет больше просто добавляйте здесь их тоже теперь если вы будете создавать этого все так но давайте просто первый уровень вы создали с данным допустим блупринтом вы делаете дубликат и вы уже переименовывайте на второй и третий уровень заходите сюда здесь у нас на этом блупринте у нас индекс в 2 на 3 мы зайдем у нас тоже индекс в 3 будет уже во первых это у нас будет показывать вид уровня если мы откроем до в 3 ну и трешечка у нас будет как раз таки взаимодействовать с бупринтом так сейчас мы создадим еще game instance просто можно сохранять делать сохранение в виджете но если вы будете делать для мобильки у нас получается что виджет может не принять мобилка часто принимает либо из контроллера либо или из game instance но game instance будет правильнее так что мы создаем здесь новое можем написать game instance и здесь он как раз и выбираем его select давайте здесь my game instance сразу мы его создали зайдем в него поставим наверх и не забудьте сразу записать в project settings заходим вкладку maps и мод и здесь у нас внизу есть game instance класс мы выбираем наш которым мы только что создали обязательно сразу выбираем чтобы не забыть иначе ничего работать не будет ну теперь заходим game instance и давайте создадим здесь функцию save level которые мы будем во-первых принимать наш уровень и во-вторых мы будем делать сохранение первая нода что нам необходимо это does save game exist из слотные давайте вытащим сразу промоутывая рейбл назовем его сейфный делаем компайл напишем наименование сейф так будет называться у нас как раз таки файл в котором будет сохранение всех уровней происходить далее давайте вытащим бранч здесь то есть если данное сохранение у нас существует мы пойдем по true если его не существует то мы пойдем получается по полз если у нас все существует так вытаскиваем нашу переменную сейфный здесь вот идеи то есть мы сохраняя получается загружаем наш файл и и что у нас должно получиться мы должны сделать каст для того чтобы это все у нас правильно работало так и делаем каст на наш бипи сейф game который мы создали далее мы можем сделать снова промоутывый рейбл то есть мы сохраняем по сути ссылочку с которой будем все везде работать теперь у нас на фолз мы должны так как у нас не существует сохранения мы должны его создать краев сейф game object выбираем и пицы в гейм ну и нашу переменную которую мы вот эту создали мы ее помещаем сюда для того чтобы то что мы создаем чтобы она тоже имела это значение ну и теперь так как мы уже создали здесь в сейф game переменную level мы должны в game instance ее вытащить так и нажимаем и get level здесь у нас выходит получение нашей переменной до нашего и далее и далее мы для того чтобы записать какое-то значение чтобы из массив массив записать мы должны set array lm то есть мы будем записывать тот элемент массива который мы подадим сюда вот как раз таки здесь мы будем подавать элемент массива давайте его вот сюда сделаем это мы копируем и здесь то же самое прописываем так так как у нас булиновская булиновская переменная до пулин мы должны здесь поставить галочку то что мы этот уровень прошли и далее у нас уже будет само значение как save game то есть мы как раз таки здесь начинаем сохранять save game to slot делаем копирование вниз его сюда тоже ставим по сути единственное что отличие здесь у нас мы создаем внизу сверху загружаем на все дальше одно и то же save game object мы тоже подаем тоже наша переменная ну и дальше мы можем также давайте поставим branch сюда и сюда чтобы мы понимали происходит ли у нас сохранение или нет а сюда мы поставим print string давайте здесь мы напишем сохранение на load делаем копирование ставимся не то скопировал ставим сюда на фон да не так так не сохранилась давайте тоже напишем его вот чтобы мы знали где у нас происходит это все действие делаю дубликат и сюда мы тоже выставляем но единственное что мы здесь сохранение на крейт напишем и здесь то же самое что мы слева сверху видели наши позиции так это у нас сохранение теперь давайте создадим сразу функцию функцию загрузки это у нас load level по сути мы можем скопировать уже вот это готовая часть вот это мы выбираем так как у нас только load мы выбираем вот эти части и но дальше нам по сути уже не нужно ничего но кроме вот этой штуки так все мы вот это копируем и и давайте здесь ее поставим здесь то же самое да сейф game x is то есть мы проверяем если у нас такое сохранение если да то мы естественно выбираем выбираем так как у нас load уже по сути так как у нас сейф по сути уже будет но если не будет то давайте просто можем скопировать вот эту нижнюю часть мы ее создадим и сразу запишем так это мы копируем как говорится мало ли может быть нам необходимо будет все это может быть кто-то не сохранит перепутаю здесь мы тоже сделаем create так как у нас вот конечно будет быстрее работать и здесь мы сюда подаем вот это можно удалить здесь мы сюда сразу подадим так и для того чтобы у нас здесь выдавала какой у нас уровень мы во-первых делаем get из нашей переменной да и вот этот значение у нас как раз таки будет уровень мы его тоже будем запрашивать здесь давайте его назовем index level ну и далее нам нужен конец return node в котором мы подаем тоже переменную output да то есть наш булиновская переменная нашего уровня который мы запросим здесь так сейв здесь у нас тоже индекс который мы будем подавать теперь на нашем уровне мы мы должны получается здесь подать переменную так во-первых get game instance то есть мы здесь должны принять и подать на при вхождении в нашу коллизию мы должны сохранить так что мы вот сюда отодвигаем разъединяем и здесь сейчас будем писать во-первых во-первых мы на game instance сделать должны каст my game instance давайте сразу сделаем переменную game instance сюда ее бросим на overlap и вытащим из нее save level который мы создали функцию мы записываем необходимый уровень в данном случае можно выставить вручную допустим мы должны открыть второй уровень но так как вы помните что у нас сохранение переменная с нуля то есть если мы это нулевой это у нас 1 это у нас второй уровень мы должны подать единицу для того чтобы открыть второй уровень не забывайте мы сейчас находимся на каком-то уровне да но вот это индекс level у нас таки является уже значение которое мы подаем допустим если мы сейчас вот на третьем уровне находимся наименовании level 3 нажимая на индекс да то есть на наш блупринт индекс 3 то есть мы открываем третью позицию но так как у нас save game всего лишь из двух позиций по сути считается с нуля до двух ну мы ничего не запишем то есть третьим мы можем вообще не создавать но на второй и первой мы должны подать необходимое значение так давайте здесь мы в блупринте который у нас подтверждает вхождение персонажа все отлично прописали теперь будем прописывать в самом виджете во первых на каждую клавишу мы должны прописать давайте сюда пропишем во первых это level единица то есть можно скопировать те уровни которые мы создали да можно просто их написать вручную главное написать правильно иначе уровень не загрузится уровень 2 и уровень 3 первый у нас всегда будет загрузиться напрямую но второй и третий у нас будет проверяться есть ли сохранение в данном случае если будет то мы должны открывать его то есть загружать так теперь давайте на construct во первых нам нужно создать ссылочку на game instance get game instance снова делаем быстро как cast теперь создаем переменную тоже самое быстро все это выставляем и теперь у нас есть уже перемена с которым мы потянем здесь нам нужно получается загружать это это у нас load load level и после загрузки необходимого уровня то есть если у нас разрешение будет то есть я забыл еще здесь branch поставить если у нас здесь разрешение будет галочка то мы сможем загрузить уровень давайте вот это все сразу скопируем и выставим ее сюда тоже как дубликат только единственное что мы должны здесь подавать наши значения то есть если индекс 2 равняется да и галочка true у него выходит то он загружает уровень 3 сами помните почему 2 так теперь на констракте нам нужно еще кое-что потому что нам нужно делать проверку проверку уровней перед загрузкой то есть если мы сейчас давайте делаем полное сохранение зайдем на уровень меню нажмем play мы как бы уровень проходим и видите да у нас никаких особо изменений нет то то есть у нас уровень это открывается все отлично записывается давайте войдем в папочку где находится наш проект здесь есть у нас папочка saved когда вы в нее войдете есть есть у нас папочка save game если вы войдете как раз таки должен появиться наш файл save level который мы должны создавать при при сохранении вот если у вас его нету значит вы либо неправильно поставили game instance либо что-то забыли прописать при создании да либо забыли создать crate либо save game slot неправильно что-то сделали ну в общем смотрите так давайте еще раз быстренько запустим level 1 сохранение на load то есть мы уже видим что он видит наш файл все отлично давайте сразу его удалим пока он нам не нужен начнем заново теперь нам нужно сделать проверку потому что у нас будет некорректно все отрабатывать если мы сейчас загрузимся но у нас не будет исправления никаких создадим function новую новую это у нас будет проверка так мы скопируем вот эту всю часть сюда сюда далее мы здесь вытаскиваем наш левел так возможно да все пока достаточно так давайте лучше на проверку создадим вот эта штука тоже потому что она у нас будет сейчас грузится первее чем load load level у нас будет грузиться вторым так теперь смотрите на проверке мы будем делать во-первых нам нужно в game instance создать переменную level тоже давайте напишем ее game instance в конце сокращения чтобы мы могли понять какая это переменная подаем сюда а ну давайте еще не забудем что array так как у нас в сохранениях array у нас нужно мы будем из сохранения переписывать на переменную game instance теперь теперь мы вызываем из level давайте это будет поручи loop то есть мы будем перебирать все наши уровни и если у нас уровень появится да мы подадим значение его сюда в общем вот такая вот штука и на на complete давайте сделаем return node то есть мы выдадим конец можем сделать ее сюда тоже чтобы было правильно иначе если у нас только на load будет выход а на crate не будет выхода у нас не пойдет дальше логика теперь пойдем в наш виджет и здесь вытащим проверка после того как у нас проверка прошла мы можем уже из game instance нашего вытащить необходимую ноду в данном случае это level да level gi и который мы будем в общем тоже проверять чтобы это все быстро создать то есть это получается элементы у нас будут проверять сами себя давайте здесь создадим переменную это у нас будет button array выберем тип button button reference создадим здесь за место single array и запишем его сюда сюда подадим make array так так как у нас клавиши 3 да сейчас 3 уровня 1 2 3 у каждой клавиши есть имя какое-то определенное я назвал их button level 1 2 и 3 и мы сюда их вот перетащим это у нас первое второй третий и мы создаем из этих клавиш получается массив который будем как раз таки проверять теперь из этого массива снова фурочи луп то есть мы перебираем эти наши клавиши которые мы подаем и уже из массива наших уровней мы проверяем индекс да то есть выдаем индекс необходимый и на бранче если индекс у нас правильно будет равен то есть у нас с нуля начинается и левел у нас тоже начинается с нуля до трех здесь у нас получается тоже клавишей с нуля до двух да то есть 0 1 2 здесь я ошибся 0 1 2 3 2 так начинаю загоняться уже со временем теперь если у нас все это верно будет то есть мы индекс сравниваем это мы чуть-чуть позже посмотрим если мы это все у нас равно да индекс все равно этому индексу то мы получается должны на эту клавишу а неважно какая она первая вторая или третья да подать set background color это из-за чего потому что я здесь на background color выставил цвет то есть если я хочу чтобы первый уровень был открыт я его делаю зеленым если второй уровень у меня закрытый он красный если будет открытый он будет зеленый вот как раз таки вот эта штука у нас будет и проверять и выдавать необходимое значение так если у нас уровень все правильно и верен да точнее совпадает галочка есть у него то мы делаем его зеленым давайте это сделаем копию но сразу запомним что нам необходимо на фолса да подать красный вот сюда но кроме этого мы должны запомнить что у нас при сохранении первый уровень тоже будет красным хоть мы его сейчас сделаем зеленым но он будет у нас с одной стороны красным давайте вот я сейчас запущу без этих значений что мы прям точно так таргет надо подать давайте его так быстро чтобы было понятнее запускаем видите уровень зеленый но мы можем его в любом случае запустить потому что я его здесь прописал напрямую но так как у нас получается так level 1 у нас нулевое значение мы его сравниваем с нулем если все верно то мы подаем на true зеленую если у нас индекс не равен нулю это любая другая клавиша на красную и теперь тоже сюда подаем target сейчас мы зайдем запустим видите да у нас level зеленый если если я даже сейчас изменю его значение на синий как говорится не важно он будет зеленый но можно было заметить что быстренько поменял синего на зеленый и давайте сейчас посмотрим save level так как мы создали вот сейчас я его полностью ударил мы заходим у нас открывается уровень и у нас уже файл по сути создан это у нас создает проверка далее мы проходим первый уровень у нас открывается второй проходим давайте не будем проходить второй запустим заново второй уровень уже открытый нажимаем на третий мы не можем войти в этот уровень потому что он закрытый проходим второй уровень у нас с третьей с третьим какая-то проблема давайте зайдем на второй уровень проверим индекс level 2 так все верно проверим здесь значение 1 2 все правильно так это save game 0 1 2 так окей давайте еще разок так запустим со второго сразу так так третий уровень открылся так еще раз проверим потому что где-то так перейдем в меню запустим второй не открывается третий не открывается первый проходим активируется второй второй проходим не активируется третий хотя нет третий активируется но не перекрашивается в зеленый так это у нас где-то здесь проблемка давайте зайдем в game минстанс проверочку нашу проверим так скорее все правильно ну давайте быстренько создадим так заново запустим но третий уровень да вот почему-то level index 1 2 так ну все верно level 3 давайте быстренько создадим четвертый уровень делаем дубликат с третьего save заходим наш blueprint выставляем циферку 4 запускаем да так уровень 4 все отлично обязательно удаляем наш сохранение потому что там у нас три позиции всего лишь на три уровня записано также мы в save game должны добавить еще одну позицию индекс 3 то есть раз два три четыре уровня сделать compile save game instance мы ничего не переписываем единственное что мы здесь вот в нашем выборе уровней мы должны создать еще дубликат кнопочки пусть это будет уровень 4 blueprint level 4 название кнопки сейчас ее давайте сюда перетащим и подадим это обязательно сделать чтобы сделать проверку так и на четверку мы должны он также создать исполнение открытия уровня 3 уровень 4 так запустим с меню первый второй третий сейчас проверим почему-то 2 только видят я забыл в game инстансе на нашу функцию проверка поставить обнуление нашей переменной level gi почему потому что первый и второй уровень мы проходим галочка один раз записывается и все дальше она у нас не записывается то есть так как у нас уровень точнее игра не перезагружается то есть game инстанс у нас не очищается и вот эта переменная тоже не очищается чтобы это избежать мы должны очистить нашу получается переменную перед тем как проходить по добавлению и это у нас должно решить проблему так давайте проверим то есть она отрабатывает один раз и все я удалил сохранение сейчас заново попробуем пробежать второй уровень третий открывается четвертый не работает далее четвертый ну и соответственно также мы можем все быстренько добавлять то есть хотите больше уровень делайте дубликат уровня переименовывайте значение допустим пятый будет здесь у нас появляется новая клавиша мы ее во-первых сюда добавляем save game добавляем позицию нашего следующего уровня создаем новый уровень делаем дублика допустим на нашей точке где у нас будет конец уровня мы выставляем следующее значение индекса и так и и и на нашу клавишу прописываем открытие да то есть следующая загрузка следующего точнее загрузка этого уровня при индексе 4 открывается пятый уровень давайте проверим заходим в меню и у нас появилась пятая да но так как мы сейчас даже если четвертый пройдем пятый у нас не откроется потому что мы не удалили наше сохранение оно уже является изначально на 4 уровня к сожалению в данном случае так мы проходим первый заходим во второй проходим пятый не открывается четвертый и открывается пятый все вот это быстро у нас восполняет количество уровней то есть если вы сейчас возьмете сделать такую систему единственное что проблема будет это удалять сохранение все остальное будет легко а на этом все до скорой встречи всем пока